Привет! Изначально я не собирался делать этот видос, но в моем телеграм-канале подписчики просто заспамили меня в комментах про этот трек. Ну и как я могу спорить со своими зрителями, тем более теми, которые подписаны на мой телеграм-канал? Так что сегодня у нас Арни, Моргенштерн, Далеко, ну точнее не совсем точная копия этого трека, потому что голосовой сэмпл такой же я не нашел, но я нашел максимально похожий на него, так что в любом случае будет интересно. И сразу стартуем с нашим первым инструментом, это Контакт, и в нем библиотека Нуар. А темп на сегодня 144 удара в минуту. И в Контакте берем Винтаж, Меллоу Нойз, по-моему, подходит идеально. И мелодия играет что-то типа... Вот так, потом Е. Этот Тун-Тун будет здесь... С, Е. То есть по факту мелодия движется похожим ритмом с дрилловыми хэтами. А вот здесь у нас будет Б и С. Можем нажать Ctrl-L и послушать. Вот и вся мелодия. Ну и естественно, снизу есть аккордики. И первый аккорд это Ля. Мы С убираем и оставляем только А и Е. То есть саму тонику Ля и Квинту Ми. Здесь аккорд уже Ре. Здесь уже октава. Потом, наверное, Фа. А если... Так лучше. То есть тоже октава. И потом аккорд с квинтой Ми. Вот и вся мелодия. Именно основная мелодия на фортепиано. Теперь можем нажать Alt-S. Как-то это все немножко стромануть. Вот буквально чуть-чуть, чтобы ощущалось. Там еще, по-моему... Да, там, по-моему, такая штука сделана. Возьмем Соль и Ми. Поднимем на октаву вверх. И Ми продлим. Да, там это есть точно. Возьмем теперь нижние нотки. Их немножечко убавим. А верхние нотки можем взять и нажать Alt-R уже. Чтобы их немножко рандомизировать в Velocity. Чтобы они тоже стали чуть-чуть человечнее. Теперь мы можем добавить либо Riz Bass, либо голосовой Samples. С чего бы начать? Наверное, с того, чтобы поделиться с вами крутой фишкой. Я создал себе маленькую папочку, которую назвал Bass Inster. То есть сюда я складываю пресеты, с которых можно начать в целом писать бит. Или которые можно использовать во многих битах. И как эти звуки сохранять? Например, я хочу сохранить вот это фортепиано. Кликаем на него средней кнопкой мышки и пишем Piano Nice. Потому что это Nice Piano. Теперь открываем его за эту штучку. Тянем и перетаскиваем вот в эту папочку. И вот оно появилось. Piano Nice. Именно таким же образом, когда я нашел сэмпл, который мы сегодня и используем. Я его сохранил сюда. Но, наверное, сначала добавим Deep Riz Bass. Вот он, собственно, у меня здесь тоже есть. Играть он будет просто по басовым ноткам наших аккордов. То есть A, D, потом F, потом E. Все нотки, кроме последней, выделяем, продлеваем. Ctrl B. Это гораздо быстрее, чем открывать серум, искать там какой-то пресет. Просто сохраняйте то, что будете использовать постоянно. Это ускоряет процесс. Ну и, естественно, я выложу проект этого бита в своем телеграм-канале. Как только это видео соберет, 3000 лайков. Так что, если ты хочешь поковыряться в этом проекте максимально скоро, или тебе уже понравился этот ролик, то смело ставь лайк прямо под этим роликом. Вот там внизу жми кнопочку лайк. И уже скоро ты сможешь этот проект скачать. А ссылка на мой телеграм-канал в описании. И не забудь на него подписаться. Я использовал пресет для аркейды, который называется Fallout. И играть он будет у нас вот таким образом. И, по-моему, очень даже похоже на то, что использовано было в треке. И вот сюда. Сразу давайте обработаем фортепьяно. На него в первую очередь накинем RC20, потому что хочу показать еще одну маленькую фишечку. Мы на нойзе фоллоу крутим на максимум. И таким образом. И чуть-чуть убавим. Давайте до 21%. Итак, мы получаем именно тот звук из трека, который такой прям шумный, такой красивый, прям такой нежный, винтажный. Короче, офигенный, по-моему, прием. Именно с фоллоу. Когда у нас шум играет только вместе с инструментом. То есть, когда инструмент не играет, шум тоже не играет. Сразу немножко задерем срез низа. И крутанем тони побольше. Еще давайте дадим больше верха с помощью дисторшена. Но открутим микс. И немножко спейса. Буквально чуть-чуть. И расширим. Давайте до 140. Во! Это то, что нужно. И сразу после него можем поставить A1 стереоконтрол, чтобы немножко сейвбас дать. Буквально в районе 100 Гц. И еще можно чуть-чуть расширить. Вот так. И чтобы сделать звук еще более таким каким-то сжатым, я хочу использовать компрессор, потому что он дополнительно вытащит наши шумы. Вот как-то так. Вот этот бесплатный компрессор с этим отлично справится. На Arcade тоже закинем RC20, но немного с другой целью. Нам нужно его немножко наоборот приглушить. Вот как-то так. То есть я просто срезал немножко вверх, открутил тони. Теперь давайте пиано и аркейд соберем в общий канал. И займемся ударными. Ну и снова напоминаю, что у меня вышел принципиально новый, огромный и крутой видеокурс по битмейкингу FL Studio 20 от А до Я, который отлично подойдет новичкам даже с самого полного нуля. То есть даже если ты ни разу не открывал FL Studio до этого, по моему видеокурсу ты точно сможешь написать свой первый бит. Сейчас он стоит 4290 рублей, и чтобы узнать о нем подробнее, напиши мне. Ссылка на меня есть прямо под этим видео. В описании и в закрепленном комментарии. Так что напиши мне прямо сейчас, закажи видеокурс и начинай прокачивать свои навыки. На басе давайте проверим его высоту тона. И он на нотке D-Sharp, так что заходим в настройки, и в этот D-Sharp тыкаем правой кнопкой мышки. Еще аркейд я сразу за-ресэмплил, чтобы от него не было никаких неожиданностей. Отключаем рез-бас, пропишем 808. Играет он типа вот так потом на D, потом на F, то есть в основном он играет на корневых нотках аккордов, но со всякими разными приколами. Например, вот здесь вот у нас идет E, вот так. Потом ту-ту-ту на октау выше, E6. Сразу сократим немножко, чтобы отдельные именно нотки выделить. И вот так. То есть он практически совпадает с нашим голосовым сэмплом. Тут D на октау выше, F, E, D. Вот так. И немножко сократим, чтобы опять выделить отдельные нотки. Потом F. Ту-ту-ту-ту. Это ту-ту-ту будет идти с E, потом C, потом B, потом G. И вот так немножко все это сократим. Да. Теперь кик играет он как-то вот так. Потом повторяется почти полностью, с парой исключений. У нас здесь бас переехал, поэтому и кик переезжает. И в конце здесь вот так, и вот так. Под снэр. И, собственно, к этим снэр мы перейдем. У меня здесь опять дичайший лейеринг. Идем сюда в настройки, включаем клип, EQ откручиваем, чуть-чуть, буквально чуть-чуть, крутим буст, и out сильно. Чтобы вот этот снэр немножко подкоротить. И тогда он, по-моему, очень похож на то, что использовано в треке. незамысловато. Кроме вот этого места. Теперь это Ctrl-C, Ctrl-V дублируем на следующий. Здесь мы тоже также немножко открутим late и немножко out. Тоже EQ в минус, boost, клип. И там, по-моему, я могу ошибаться, но, по-моему, там чуть-чуть при лейеринг лэп. Ну, или это такой снэр использован. Но вот я его сейчас соберу. Out открутим этому клэпу и точно так же EQ в минус, boost, клип, чтобы сделать его ярким. Еще auto. Вот так. Вот этому хай-хету мы немножечко открутим sample start и немножко крутанем out. И я опять же соберу хай-хет из двух. Начинается все довольно стандартно. Можем сразу немножечко подкрутить velocity этим звуком. Но почти сразу начинаются всякие приколюхи. Например, здесь мы можем сделать Ctrl-U вот так вот. Но еще, по-моему, на второй звук прямо идет более высокая нота хай-хета. Переключаемся здесь на одну треть, выделяем Ctrl-U. Velocity тянем сверху вниз правой кнопочкой мышки и заходим в панораму, да, и вот так вот тоже слева направо тянем. Вот здесь то же самое. Ctrl-U на одной трети. Вот так тянем вниз. И там еще, по-моему, пробежечка дополнительная сделана вот такая. Потом вот так Ctrl-U. Теперь здесь на одной трети тоже Ctrl-U. Только тянем уже вверх. Потом почти просто так. Только вот здесь снова Ctrl-U. И вот так вот. Чуть-чуть еще аут подкрутим. Ctrl-C, Ctrl-V на следующий хай-хет. Только на нем мы EQ открутим в минус и чуть-чуть буста. И вот первый хет нужно немножко шифтом подвинуть, чтобы они звучали синхронно. Вот так мне нравится. И вот этот мы, наверное, еще немножко открутим. Вот. Вот так идеально. И всему этому будет подыгрывать вот этот то ли хет, то ли снейр. Он нужен просто, чтобы иногда расставлять акценты. И он совершенно не всегда должен попадать в основной снейр. Потому что вот здесь он, по-моему, очень прикольно звучит. И, по-моему, так он использован в треке. И теперь нам нужно нажать Alt-R и его, во-первых, по велосити как-то подвигать. А, во-вторых, по панораме. Потому что в треке он там то слева, то справа. И за счет этого дополнительно он делает ритм более разнообразным. Жмем Accept и Ctrl-B. Остался вот этот звук, но его располагать не так уж и сложно. Но еще есть вот этот. Он там сделан с дилеем, когда он уходит типа под воду. И мы просто сделаем вот так, вот так и вот так. Нет, в два раза реже. Вот так. Он будет у нас уходить по громкости правой кнопочкой мышки, тянем. Точно так же он будет у нас уходить по Cut-Off Frequency. То есть он будет типа под воду уходить. Вот так вот правой кнопочкой мышки, тянем. Но чтобы это было прикольнее, нужно перейти сюда в фильтр Resonance и вот этот параметр уже правой кнопочкой мышки потянуть вверх. Вот так. Звучит, по-моему, вполне прикольно. Давайте сразу заберем группу ударных. Вот так вот. Отлично назовем Diri M. Я хочу еще создать Send-канал с реверберацией. У меня уже есть такие. Я, по-моему, показывал их. На длинном ревербераторе у меня такие настройки. Valkala Vintage Word с пресетом Snare Hall. По-моему, никак не изменены. Просто Low Cut я, скорее всего, чуть поднял. Все-таки после этого параметрик с небольшим срезом низа просто идет. Потом A1 Stereo Control я чуть-чуть сузил. Save Bass на 300 целых Гц. Сузил я его для того, чтобы звук казался еще дальше за счет длинного хвоста. Теперь добавим близкий реверб. На коротком ревербе у меня Tide Room пресет на Valkala Vintage Word. Я просто поднял диму Low Cut. На параметрике это какая-то вот такая загогулина. И на A1 Stereo Control я, наоборот, звук расширил. И сейчас по чуть-чуть сбросим все ударные в каналы с реверберацией. А каналы с реверберацией зароутим обратно на канал DRM. Вот как-то так. Чтобы ревер не был прям супер-мега отчетливо слышен, но при этом очень здорово ощущался. Ну и раз уж ты досмотрел до конкретно этого момента, значит, видео тебя чем-то зацепило или чем-то тебе понравилось. И это значит только одно. Тебе нужно прямо сейчас подписаться на мой канал. Кнопочка подписаться есть прямо сейчас внизу, прямо под этим видео. Чуть-чуть пролистай и нажми подписаться. И обязательно включи колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео, которые, скорее всего, тебе тоже понравятся. Сделай это прямо сейчас. А мы продолжаем. Теперь, чтобы немножко наши инструменты подсобрать, можем использовать, например, New Fungilent Saturate, который я использовал в прошлом видео. После этого можем накинуть сюда Ozone и Major. И без использования Stereo Iso просто вот так вот, как-то вот так вот сделаем бенды и тогда расширение становится более мягким за счет того, что мы не создаем искусственный его. Но тем не менее, из-за того, что у нас есть и ривера там и вот эти хеты по-разному распанорамированы, у нас появляется стереокартина еще более богатая. И я хочу сделать одну маленькую фишку с нашим басом, чтобы он немножко посильнее басил. Для этого поставим сюда Pro Q. Я переключил его в режим клавиатурки. Сейчас мы найдем нотку Ля первой октавы. Буквально на 55 Гц это. Ее мы бустить не будем, ее пока мы отключаем, чтобы запомнить, а забустим ее на октаву выше, то есть 110 Гц. Типа, когда мы подчеркнем бас на октаву выше, он уже в целом становится таким более читаемым, но еще мы закинем сюда Arbass и в частоте выставим 55, чтобы подчеркнуть именно фундаментальную частоту нашего баса. Так, слишком сильно, но поставим типа минус 3. Он стал басить гораздо сильнее. После этого поставим на него компрессор. чтобы жался он невероятно сильно. У нас чуть-чуть потерялись высокие ноты, но сейчас мы еще сделаем дополнительное расширение. Для этого создаем сент-канал и на этот сент-канал вешаем RC20. На нем оставляем только дисторшн и эквалайзер. Тони не трогаем, вверх возвращаем и срезаем вниз где-нибудь типа давайте до 260, почему бы и нет. Поставим режим Air, он поприкольнее звучит. После этого вешаем стерео и майнджер. Включаем стерео айс, ставим точку куда-нибудь типа в район 180 и все, что выше, мы вот так вот бустим до упора. Потому что в оригинале бас точно в стерео и мы его тоже сделали в стерео. На группу инструментов можно закинуть фаб-фильтр Сатурн, чтобы их тоже немножко подсобрать. Просто не будем нагревать низ. Нагреем вверх. Но опять же не сильно. Можно в warm tape поставить даже. И после этого также можно закинуть сюда озон и майнджер. Как-то вот так. Вот так не надо. Надо, наверное, как-то вот так. Вот так, по-моему, красиво звучит. Все вместе. Теперь мы можем начать собирать какую-то структурку. Начинается все с пианино и вокса. Потом вступает басец с пианино и с одним из хай-хетов и с одним из снэров. Потому что точно во вступлении хай-хеты и снэры звучат чуть-чуть слабее, чем дальше. После этого у нас идет райс. Я какой-то взял из пака майка жары. Лейтом его укоротим. Включим нормалайз и ин ему подкрутим, чтобы он был не очень длинным. И убавим, наверное. Еще убавим. Потом у нас вступает 808 бас пианино вокс и ударный. Только ударный после небольшой паузы. Точнее бас и кик с паузой. Потом все повторяется на уже без кика и бас вступает только вот здесь. И по-моему как-то вот так вот. И по-моему вот так вот еще. Потом идет небольшая фишечка. Для этого нам надо будет взять фортепиано и его за-ресэмплить в вав. Выделяем кусочек. Ctrl-Alt-C и я отключил Enable Insert и Enable Master Effect, чтобы оно вообще без эффектов у нас зарендерилось специально. Теперь кусок поставим сюда. Открываем. В моде ставим вместо Resample Stretch. В рейнже ставим 12 вот здесь вот и Pitch на максимум. И отправим его на тот же канал, что и наш фортепиано. И наверное надо немножко убавить. Теперь давайте его дублируем и делаем уникальным. Для того, чтобы отправить уже на какой-нибудь совсем другой канал. Давайте назовем его Piano Low. Нам именно нужно поднятый на октаву дублировать. Ставим на него Half Time. После этого на этот канал вешаем Frutti Balance, правая кнопка мышки и Create Automation Clip. Сократим его до одного такта. Должна им до четверти такта. И делаем вот таким вот. Type in value 0.8 И вот так вот. И вот так вот. Или вот так вот. Да, вот так вот. То есть в этом треке есть какой-то вун-тун-тун-тун и по-моему он сделан точно так же из фортепиано. Да, я понимаю, что странно выглядит, что мы сначала его подняли на октаву вверх и потом опустили. Но я это сделал просто для того, чтобы каждую его нотку немножко растянуть. Давайте, чтобы сделать посимпатичнее его накинем на него RC20. Отключим noise поднимем срез низких частот. Тони поднимем, distortion поднимем просто, чтобы он стал поярче. Можно space немножко буквально чуть-чуть и вив. И все-таки, наверное, вот этот верхний пианино надо немножко убавить. И вместе с этим у нас играют все ударные. И потом у нас начинается следующая интересная часть. Все ударные играют. Вот так вот и вот так вот. Играет Vox и Piano и играет Deep Reiss Bass. Но есть, так сказать, один нюанс. Начиная вот отсюда у нас и инструменты и ударные будут выходить как бы из-под воды. Для этого на канал с инструментами давайте закинем Distractor, стандартный плагин. В нем нам нужен только фильтр, так что все остальное. Отключаем и настроим как-нибудь. Ну, чтобы совсем издалека уходило как-то вот так. Правая кнопка мышки Create Automation Clip. Первую точку взять. Copy Value. Наше движение начнется вот отсюда. Ставим Paste Value и закончится наше движение вот здесь. Ставим точку и поднимаем на максимум. И делаем как-то, наверное, вот так. Теперь нам нужно сделать такую же фигню с ударными. На DRM тоже вешаем Distractor. Правая кнопка мышки на Cut Off и просто Link to Controller. Находим наш Distractor от инструментов. Включаем его. Reboot Conflict должен быть отключен. Accept. И теперь у нас этот клип автоматизации управляет Distractorами двумя. Теперь нам нужно Create Automation Clip на Drive at Distractor, чтобы он больше нигде не играл. То есть он начинается у нас вот здесь, вот заканчивается вот здесь вот. Отлично. Distractor на инструментах тоже Link to Controller его Drive at. Вот так, вот так. Accept. Ну и, конечно, пришло время озона на мастере. Я пока использую и майнжер. Давайте вручную как-нибудь натыкаем бенды. Прям сильно ничего задирать не надо. Буквально чуть-чуть. На Exciter я хотел бы использовать Gentle Tape. И какие-то вот такие настройки на максимайзере. И вот такой вот получился биток. Если он вам понравился или если вам понравился видос или и то и другое, то обязательно поставьте лайк прямо под этим видео. Ну и снова напоминаю, что у меня вышел большой, новый, огромный и крутой видеокурс по битмекингу FL Studio от Адая, который отлично подойдет новичкам даже с самого-самого-самого нуля. Чтобы узнать о нем подробнее и заказать его, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео, так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и, конечно же, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, если вы этого еще не сделали, потому что если это видео понравилось, то другие видео понравятся 100%. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Я уже жду вас в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok